Афанасий Семенович, я вас приветствую. Добрый день. Буквально накануне в Якутске завершился всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный закрытию 58 сезона. Расскажите об итогах мероприятия, как все прошло. Да, действительно, в эти дни у нас прошло такое масштабное всероссийское мероприятие, слет студенческих отрядов. Мы справились со всей той программой, которая была намечена. К нам приехали представители 74 субъектов Российской Федерации. В слете принимало участие более 2000 юношей и девушек. И отмечаем, что слет прошел очень на хорошей такой позитивной ноте, ноте молодости, энергии. Наши ребята из числа студенческих отрядов Якутии принимали своих сверстников, помогали им в плане организации, рассказывали про историю и культуру Якутии. И, конечно же, в слете участвовали в организации наши волонтеры. Поэтому все вместе, объединившись, мы этот слет провели. И наши гости уехали очень с хорошими впечатлениями о Якутии, о жизни, о природе, о культуре. Конечно же, различные соревнования, конкурсы проведены. Были победители. Проигравших не было. Надо отметить, что соревнования и конкурсы проводятся не среди регионов, а среди федеральных округов. Ну, допустим, вот наш Дальневосточный федеральный округ. Все субъекты, объединившись в одну команду, дружно участвуют в тех или иных конкурсах. Были творческие конкурсы. Очень талантливые ребята к нам приехали. Были конкурсы профессионального мастерства. И здесь были лидерами представители Центрального федерального округа. Проводилась в четвертый раз спорта-океада по семи видам спорта. И мы рады тому, что масс-рестлинг, наш национальный вид спорта, вошел в эту программу. И был одним из самых любимых видов спорта среди студенчества. Победили студенты Приволжского федерального округа. Но на закрытии руководитель штаба, Киселев Михаил Сергеевич, озвучил, что теперь масс-рестлинг будет постоянно входить в программу всех слетов. Настолько ребята полюбили этот вид национальный. Эмоционально, быстротечный, такой интересный. Все были за включение этого вида спорта в программу будущих слетов. Проводились конкурсы среди медицинских и педагогических отрядов. Среди медицинских очень хорошо себя показали студенты из Татарстана. И нам необходимо перенимать этот опыт, чтобы наши медицинские отряды были тоже одними из востребованных. Таких в белых бойцовках, тоже со значками. Было интересно смотреть. В завершении, такие грандиозные события, как открытие, закрытие, мы постарались раскрыть в таком театрализованном представлении, что из себя представляет Якутия, какие народы здесь живут, какая культура, традиции. И ребята очень хорошо и позитивно оценили. На закрытии подводились итоги, вручались награды различного уровня. И наши ребята, активисты, руководитель штаба Николай Тарасов и руководитель правления студенческих отрядов Гаврил Семенов, передали эстафету, это знамя Ростовской области. В следующем году слет состоится в Ростовской области. Я со своим коллегой, руководителем управления по делам молодежи, тоже встречался. Она приехала, чтобы перенять опыт. Многие моменты, то, что мы делаем, объединившись, особенно на межведомственном уровне, для них это новинка. Когда были задействованы все ресурсы министерства, ведомства отвечали за какие-то участки, размещение, питание, логистику. И кроме этого, еще многие наши министерства, предприятия были шефами субъектов. И делегаты слета, приехавшие, благодарят своих шефов, сотрудников министерств, предприятий за их радужный прием. Мы этот слет проводим в год 50-летия создания студенческих отрядов у нас в Якутии. И сейчас у нас появился памятник слава студенческим отрядам Якутии. Много ветеранов пришли. К юбилейной дате 50-летия мы издали книгу, в котором отразили историю развития студенческих отрядов. И вчера во время встречи с ветерами студенческих отрядов такая тема преемственности, сохранения традиций тех советских лет ощущалась. Ветераны говорили о том, что молодежь сегодня достойная, молодежь сегодня продолжает традиции. И действительно тот лозунг, который они говорят, о том, что труд действительно крут. И в период Советского Союза наши ветераны работали, говорили, что ценность труда, конечно же, она должна быть в первую очередь. Но нужно хорошо трудиться и достаточно хорошо отдыхать. Поэтому участники слета поразили своим талантом. Я был на конкурсе творческого мастерства и поют, и пряшут. И закрытие у нас было из тех номеров, которые выбрали на этом творческом фестивале. Очень интересный такой слоган придумали руководители Центрального штаба совместно с нашими ребятами. Под полярной звездой над вечной мерзлотой наш слет вот таким слоганом прошел. Мне бы хотелось еще отметить то, что этот год для наших бойцов студенческих отрядов, он знаковый, проходит в год молодежи. И слет – это один из таких центральных событий. Слет проходил под патронатом главы республики. Участвовал в открытии. Председателем оргкомитета был председатель правительства Чекин Евгений Алексеевич. К нам приехали гости руководства Министерства образования и науки Российской Федерации, руководства Федерального агентства по делам молодежи. Приехали представители крупных работодателей, таких как госкорпорация «Росатом», из Министерства обороны, из «Железных дорог», представители, которые непосредственно участвуют как работодатели. Не только субъекты участвовали, 74 субъекта, но и приехали представители наших дружеских стран – Белоруссия и Казахстана. А вот судя по числу участников слета, значит, там более 2000, да, получается, значительно выросло количество студенческих отрядов. Скажите, а с чем это связано? Количество студенческих отрядов неуклонно растет в последние годы. Сегодня, как мы говорили о том, что временное трудоустройство при общении наших студентов, учащихся в труду – это основная цель. И мы рады, что наши муниципальные образования сегодня подключаются к не менее 50 муниципальных образований, ежегодно принимают бойцов студенческих отрядов. Не только за счет каких-то отчислений, субсидий из республиканского бюджета, но и сами организуют. Но предприятия крупные тоже принимают на себя ответственность, чтобы на их объектах, на их участках работали студенческие отряды. Очень много направлений. И если мы говорим о том, что в прошлом году был охват у нас 4500, то сейчас у нас более 8000 студентов летом участвовало. Скажите, какая средняя зарплата у бойцов студотрядов? В целом заработная плата разная, но средний студент за один месяц получал 25 тысяч. Ну, неплохо для наших учащихся, но тем не менее есть такие студенты, которые все лето работали. Допустим, мы ориентируем на то, чтобы одну смену работали, а есть студенты, которые работали 3-4 смены. У нас есть... Всегда, ежегодно мы направляем студентов на всероссийские стройки, студенческие. И в этом году у нас, как никогда, география расширилась. Наши студенты работали на строительстве космодрома Восточный в Амурской области. В Челябинской области участвовали в строительстве атомной электростанции. В Ленске участвовали на строительстве объектов Чаянгинского нефтегазово-конденсатного месторождения. А будут ли создаваться у нас новые направления, например, в сельском хозяйстве? У нас в сельском хозяйстве есть. В целом у нас более 10 направлений строительные, сельскохозяйственные, педагогические отряды, медицинские отряды. По сельскому хозяйству мы в основном формируем отряды, которые помогают в уборочной кампании. В этом году у нас 300 бойцов работало на территории Лёгкинского района. У нас формируются отряды, которые работают совместно с администрациями при участии сельскохозяйственных предприятий на заготовке сена, на строительство изгороди. Поэтому такие направления есть. Вот слёт состоялся, к нам приехали, но мы тоже извлекли уроки. И вчера, допустим, мы общались с руководцами Министерства спорта. И идея такая возникла, чтобы был отряд из числа тех студентов, которые учатся в Министерстве физкультуры, для того, чтобы они в летний период работали на площадках, спортивных площадках. Я думаю, что слёт многих идей тоже сегодня нам подсказал. Я сказал о том, что к нам приехали представители Казахстана и Белоруссии. Между Центральным штабом России и ими подписано соглашение о сотрудничестве. Я думаю, что мы можем подключиться к реализации таких проектов, как совместное обучение наших командиров, комиссаров. Может быть, мы отработаем так, что к нам приедут студенческие отряды из этих стран, а мы будем участвовать на строительстве или в компаниях каких-то этих предприятий работать. Обмен опытом и, я думаю, что обмен делегациями всегда было интересно. Вот Росатом очень хорошо подчеркнул, что наши ребята, которые работали на строительстве атомной электростанции в Челябинской области, очень себя хорошо зарекомендовали. Поэтому новые направления обязательно появятся. Ф. Семёнович, я вас благодарю за беседу. Поздравляю вас с завершением такого масштабного события. А нашим зрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был министр по делам молодёжи и семейной политики Республики Саха-Якутия Афанасий Владимиров. Будьте с нами в курсе событий. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин